Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас первая лекция – тема лекции «Кормление сухостойных коров». Цель лекции – изучение особенностей кормления сухостойных коров. План лекций – особенностей сухостойного периода. Второе – рацион кормления сухостойных коров. Физиологические особенности организма крупнорогатого скота позволяют им одновременно продуцировать молоко для выкармливания потомства и плодотворно покрываться и вынашивать приплод. Самый интенсивный рост плода приходится на последние два месяца стельности коровы, что и позволяет получить значительное количество продукции. В первый период стельности без ущерба для роста эмбриона. В этот период расход питательных веществ, необходимый для развития плода, очень незначительный. Стельность у коров длится 9 месяцев. Последние два месяца в связи с интенсивным ростом эмбриона расход питательных веществ резко увеличивается. Молокоотдача же сдерживает поступление питательных веществ в организм эмбриона. Чтобы не допустить рождение телят с низкой живой массой и плохим состоянием здоровья, в последние два месяца стельности коров прекращают доид. Кормление нормируют так, чтобы оно способствовало накоплению запаса питательных веществ в организме коров, которые после отела обеспечат интенсивный раздой и получение высококачественного молозива, столь необходимого в первые дни жизни телят. При условии соблюдения норм кормления и сухостойных коров, живая масса увеличивается, как правило, на 50-60 килограмм. Первым этапом организации сухостойного периода является запуск животных. Низкопродуктивные животные прекращают молокоотдачу сами. Высокопродуктивные подлежат принудительному запуску путем сокращения числа доений и уровня кормления. В первую очередь исключают из рациона молокогонные корма, то есть это сочные. Корни клубнеплодой, силы, а оставляют сено и концентраты. При этом необходимо следить со состоянием вымени. Если молокоотдача продолжается, то из рациона исключают концентрированные корма, оставляя только цены. После прекращения молокоотдачи приступают к постепенному восстановлению рациона в соответствии с нормами. С целью организации правильного режима питания сухостойных коров в течение 50-60 дней содержат отдельно. То есть это условно разделяя на дородовую и родильную группу. Более подробно здесь расскажем. И дают корма лучшего качества. В рационы стельных коров во время сухостойного периода необходимо включать объемность и корма. Высококачественное бобово-злаковое сено, силы с корнеплодой и другие. На картинке мы видим дойную корову. Здесь вот сухостойная корова, которая уже срок приблизился к родам. А здесь новотюрная корова. Высококачественное бобово-злаковое сено обеспечивает коров качественным протеином, сахарами, витаминами и минералами и является единственным поставщиком витамина D в организм животных. Хорошим источником каротина в этот период служит травяная мука. Грубые корма включают в рацион по 2 кг на 100 кг живой массы. Силы с 3-4 кг и только тот, который не содержит масляной кислоты. Для обеспечения сахарами в рационы включают сахарную по 4 кг или кормовую по 8 кг секлу. Из концентратов в этот период лучшими являются отруби и жмыхи из льняной и подсолнечковой. Они обеспечивают организм протеином и фосфором. Для балансирования минерального питания в рацион включают минеральные добавки. За 7-12 дней до отела сокращают количество сочных кормов и концентратов и волю дают высококачественное сено. В летний период основным видом корма должна быть свежая трава. При ее недостатке осуществляют подкормку в связи с скошенной зеленой массой из кормушки на каждую корову по 40-45 кг. После отела количество кормов постепенно увеличивают, восстанавливая рацион в соответствии с нормой к 10-12 дню. Нормы кормления стельных коров в сухостойный период следует рассматривать как ориентировочные. По периодам сухостоя их следует изменять. Так, к концу первой декады после запуска норму восстанавливают, со второй по пятую декаду увеличивают на 10-20%. К шестой снижают на 20-30%. При осуществлении контроля за правильностью кормления сухостойных коров следят за показателями воспроизводства. В случае абортов, мертворожденных, развитие приплодов первые 2-3 месяца после рождения. Разные бывают случаи, когда корова на сухостойном периоде ставит две цели. Во-первых, полное обеспечение плода всеми необходимыми питательными веществами, которые начали стремительно развиваться перед родами. Ведь будущая жизнеспособность теленка, его быстрые созревания, без недомогания и продуктивность в период вынашивания будут тесны, зависит от уровня его развития в матке. Во-вторых, корова после сухостоя, запас питательных минеральных веществ в организме коровы с молоком уменьшается, и их нужно будет пополнять. Средний срок сухостоя коровы длится 45-60 дней. У незавершенных нетелей и высокопродуктивных коров рост организма несколько продлевает этот срок. Больным или худым коровам продлевают период сухостойного периода. Так как сухостой коров проводили путем изменения уровня кормления, то в первую декаду коровы подкармливают в объеме 80% от основной нормы кормления для торможения молокообразования. Во второй декаде доводят уровень кормления до нормы кормления, приведенной в таблице, а в третьей и четвертой декадах повышают его на 20%. В пятой декаде вновь снизится на 100%, в шестой на 80%. Для нетелей и худых коров основные нормативные показатели, приведенные в таблице, повышают за счет необходимости 5 кормовых единиц на 1-2 кормовых размера. 1 кг дополнительного веса, то есть 500 г перевариваемого белка для получения продуктивности при добавлении дополнительного веса. Соответственно, увеличивается и количество других питательных веществ в рационе коров. В организме сухостойной коровы изменяется работа нервно-кровеносной системы, ослабевает деятельность центра, формирующего молокообразование, усиливается работа центра, обеспечивающего рост телят в трубе матери, повышается потребность коровы в питательных веществах. При сухостое корова должна достигать веса 800-900 г на 7-9% живой массы новорожденного теленка с прибавкой в весе 800-900 г в сутки. Рацион сухостойных коров составляет из чистых качественных кормов. Корма, которые стали загрязняться или гнить, или разрушаться плесенью, могут обернуться выкидышем. При выпасе сухостойных коров на пастбищах, где они использовали удобрения, контролируют содержание пастбищного содержания, особенно уровень нитратов, вредных для сухостойных коров. За 6-7 дней до отела резко сокращают сочные и плодородные корма в рационе. За 2-3 дня полностью исключают и уменьшают количество кормов только на жизнеобеспечивающем уровне. В день отела кладут сено и выпивают в теплой чистой воде, смешивая легкие для переваривания корма. За правильным кормлением коровы в период сухостоя следят по весу. В этот период вес коровы должен увеличиться на 10-12%. На этом все, ребята, мы закончили лекцию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!